Привет! Сейчас будет мой уход на март. Я, наверное, впервые за всю эту тему этих уходов делаю где-то так... Ну, сегодня у нас 24 февраля, вот где-то почти за неделю до конца месяца. Я сначала думала убрать это счастье, но сейчас я буквально им совсем чуть-чуть поюзалась и поняла, что надо всё-таки его оставить. Скажем так, я им практически не пользовалась в феврале и думала его убрать в марте. Но раз я чуть-чуть сейчас попользовалась, а сейчас в феврале, то решила всё-таки его оставить на март, потому что мало ли чё. Это у нас грин, мама, формула, тайги, молочко для снятия макияжа, масло, зародыши, пшеницы и ромашка. 300 мл хватит на очень долго. И тут у нас уже где-то, ну, наверное, 2 пятых, потому что если сказать, что 1 треть, то тут больше, чем 1 треть. Очень экономичная. Очень надолго хватит. И даже несмотря на то, что у него срок годности прошёл год назад в феврале, оно ещё живо, ничего с ним не стало. И раньше у них был, допустим, 3 года срок годности, то теперь 2. Уже давно так, типа, 2. И писали всегда на форуме, говорят, мама, типа, мы даём срок годности с запасом. В общем, вот. Отличное молочко для снятия макияжа. Я помню, раньше у меня 2 таких вообще было. Это 3. Вообще за всю мою жизнь вообще нет. Глянь, мама, я покупала, как-то, думаю, себе оставлю. У меня пришла какая-то подруга. Тебе что, жалко, что ли? Ну, короче, вот. Третье молочко, которое всё-таки стало моим. Исключительно моим. Так. Тут что-то видно, что-то нет. Я сейчас вот тут достану. Тут несколько вещей. И в глубину поставлю то, что уже заюзала. Оно всё-таки уменьшается. Хотя я про него стабильно, как обычно, забываю. Это когда-то давно мне дарила подписица Алёна с Украины. Так как у меня на канале уже практически полностью обновление всего вот этого дизайна, то ссылки на неё нет. Я постараюсь скинуть на неё ссылку в инфобоксе под этим роликом. Ну, или ссылку там как-нибудь ставлю в видео, там, типа, на канал. В общем, посмотрю. В крайнем случае, в инфобоксе точно ставлю. Вот там, если интересно будет, откнитесь к ней на канал. Откнитесь ко мне в инфобокс и откнитесь к ней на канал. Это у нас масло DAF для волос. С маслом макадамии. Ну, как бы масло макадамии, на самом деле, там в составе вообще всего дофига. Сроком оно вроде... Где-то когда-то этот срок видела, потом опять потеряла. В общем, по-моему, оно то ли до ноября, то ли до октября, в общем, до осени этого года. Я очень надеюсь, что оно закончится. И хоть после вскрытия оно 12 месяцев живёт, но оно так же, как Гринмама, никак по запаху, по виду, по консистенции не изменилось. Одна капелька буквально на щётку или на расчёску. И уже это всё расчесать вместе с этой капелькой мокрые волосы. Вот влажные волосы, после того, как вы их помыли, вытерли полотенцем, расчешите. Сегодня я их расчесала. Может, не особо пышно? Ну, когда бывает очень пышно с ним, когда не очень пышно, когда совсем не пышно, когда как. Хорошее масло. Спасибо, Алёне. А вот сейчас будет, тут вообще много сейчас чего будет. И от Гринмамы, и от Эйвана. И спасибо подписчице Лёльке. И спасибо будет одному подписчику, который, ну, к нему потом подойдём. Который-который. Который внезапно смотрит мои стримы. В общем, это у нас Эйван Кэотонус с ароматом банана. Лосьон для тела, для всех типов кожи. 400 мл. Я вообще люблю эти лосьоны от Эйвана, серии Кэ. Но что-то я про него стабильно забывала. Вот как-то, не знаю. Ну, вообще, сегодня я им пользовалась, потому что у меня крем для ног внезапно закончился. Который будет потом в пустых баночках. Я так думала, что вообще они будут в пустых баночках. Потому что у меня только одна помадка там заканчивается. Тут внезапно одно закончилось, другое закончилось. К концу февраля, может быть, даже 29-го как раз я запишу эти пустые баночки. Ну, если пойму, что там как бы уже ничего не заканчивается, то запишу чуть раньше. Короче, отличный лосьон. Как уже говорила, мне нравятся лосьоны серии Эйван Кэ. Пахнет бананчиком. Хорошо увлажняет. Вот сегодня у меня крем закончился. Я закончился на одной ноге. На одну хватило, на другую нет. Я им уже домазывала. Можно использовать как крем до ног, кстати. Не только как лосьон до тела. Очень классный, мне нравится. Спасибо, Лёвке. Это ещё, по-моему, с её летней посылки. Она мне то раз в год посылает что-то, то раз в полгода. Очень круто. Благодаря таким подписчикам я практически не тратюсь на всю эту мыльно-рыльную штуку. А это у меня кремик. Он у меня тоже ещё долго будет жить. Раньше мне его на год хватало. А сейчас у него консистенция чутка изменилась. О чём я уже много раз говорила, наверное. Это Грин Мама. Ночной крем для лица. Чистая кожа. Пион и Чиака. 100 мл. Содержит чистое масло корите. Я про него периодически забывала. Но когда не забывала, тогда мазалась. 6 месяцев после вскрытия. 2 года срок годности. Сделан он у нас в мае 2019 года. Но ещё долго будет. Жить долго и счастливо. Это, оказывается, покупала, когда мне человек, подписчик или подписчица, ну, в общем, какой-то зритель, задарил сертификат на Грин Маму. И вот я покупала себе. Спасибо зрителю. Тут практически вот всё, кроме одного средства пока. Потому что я молочко сама покупала. Чисто без всяких донатов и так далее. Это вот подарки. В общем, очень классный крем, кстати. Плотненький такой. Стал. Раньше был более жиденький. Вот это тоже я сама покупала. Оно у меня ещё продолжается. Хотя тут вот совсем чуть-чуть осталось. Оно как-то сверху зависло. Густеньким. Это у нас. Покупала вообще в местной аптеке. За 116 рублей. Мирола. 30 миллилитров. Масло какао косметическое. Упругости тонус. А не 25 миллилитров. Я думала 30 миллилитров. Наружное. Но не суть. Короче, одно время я им вот здесь мазала. Потом я как-то мазала. Что-то у меня дофига сухой лоб был. Пару дней подряд. Иногда вот так мажу. Ну, как бы наносите и похлопающими движениями. Но по большей части я им мажу руки. Когда они супер сухие. А ещё более по большей части, чаще всего. Это ногти. Ну, тут я что-то со вчерашнего АСМРа. Вчера вроде я его писала. Ну, короче, вот. Или позавчера. У меня случилось, наверное, позавчера. У меня случилось, что я покрасила ногти. Они у меня, конечно, слезли. Я их смыла вчера. Но сегодня увидела на них красненькие полосочки. Решила лак, который до этого у меня очень плохо ложился. Это от подписчицы Лены Минскера Москва. Которая мне на ДРЗа дарила на месяц раньше. Очень хорошая штука. Погружной блендер. Молинекс. В общем, это вот её лак. С той её посылки большущей. Вот я решила, что надо лаком. После того, как лак у меня смоется, я буду опять удобрять этим кокосовым маслом. Точнее, маслом какао. Ну, и кокосовым маслом тоже можно удобрять. Вообще, вот оно у меня остаётся на следующий месяц. Не знаю, хватит его на весь месяц или нет. Но довольно очень экономично. И кажется, что вроде тут мало. Но совсем чуть-чуть надо. Так. Это тоже вот из той самой... Из того самого заказа Грин Мамы по сертификату. Так. Грин Мама крем для рук и ногтей. Сок лимона и притейно-щёлка. И он у меня стабильно в сумочке лежит. Но иногда в поездках вот еду в автобусе. Понимаешь, что руки надо помазать. Или выбежала и вспомнила, что забыла руки кремом помазать и мазю. Долго ещё, наверное, хватит. Потому что он как бы в сумочке лежит. Сумочка я не часто езжу. Даже хожу куда-то вот. Вот это тоже сейчас у меня лежит в сумочке. Это я покупала год назад. Это ифрашевская новогодняя лимитка прошлогодняя уже. Красное яблоко. Ред Эппл Помруф. Да, вот оно как-то так вот у меня. И меня тоже по большей части пользуюсь. Вот, ну, когда вот. Иногда вот в коридоре понимаешь, что забыла гигиенечкой помазаться. А надо бы. И залезаю в сумочку. Так сейчас я пока пользуюсь несколько иным бальзамчиком. Ну, когда тот закончится, этим перейду. Вообще раньше я им дома пользовалась. Хороший вообще бальзамчик. Мне очень нравится. А, так. Это у меня всё ещё тот. Вот я думала, что он закончится. Но там ещё приличненько. Не одна треть, конечно, но хватит. Я думаю, что и на март хватит. Но не хватит. Достану последний такой флакончик. Это Грин Мама. Это сам подарок от Грин Мама за заказ. Нет, там ещё один такой же есть тоже за заказ. Монтирующий тоник для лица от расширенных пор и чёрных точек. С морскими водорослями. 100 мл морской садсири. Я уже много раз говорила, что у меня нет морских точек. Чёрных точек и расширенных пор. Но он мне очень нравится. Он немножко так как бы слегка подстягивает кожу. С другой стороны, даже до сухой кожи он хорошо. В общем, он мне нравится. Я им сегодня вот уже протирала личка. Мыла у меня в этот раз нет. Но оно будет. Оно продолжается. Мои восторги по поводу крутого мыла от Ифраше, сделанного Францией. Разбились в пух их прах. Этого мыла хватит ещё, может быть, на 2 или 3 месяца. Этих 150 грамм. Оно практически не мылится. Не пенится. И оно очень сильно рассохлось настолько, что вот мне как-то... Я думаю, что самому мылу будет неудобно, если я его в камеру покажу. Поэтому я просто покажу упаковочку от него, которую вот я в прошлом обзоре на февраль уходовой косметики показывала. Срок годности у него до 06-22 года. Я надеюсь, оно смылится к тому времени. Но у меня так не рассыхалось ни одно мыло из всех, которые были. Ни самое какое-нибудь дешёвое. Ни Эйвеновское иногда вот трескалось. Ни ещё какое-то. Вообще какое-то. Вот будто самое супер дешёвое мыло, которое лежало где-нибудь там на солнце недели 2-3. Но я не настолько жарко в ванной, не настолько тепло, чтобы оно так рассыхалось. И водичка в мыльничку попадает. Благодаря оно хотя бы не размякло. Хотя, знаете, если бы оно размякло, было бы, может, лучше. А может, оно жуть. Если кому-то очень интересно, дайте знать в комментах. Я потом сфоткаю, скину это. Или в инсту. Ну, на мою инсту мало кто подписан с ютуба. Лучше скину, наверное, в этот, в страницу канала. В раздел сообщества. Если вам интересно, то вот будет такая фотка. А так, вот пока коробочка. В общем, как-то я не в восторге. Я ожидала лучшего. От французского мыла, французами сделанного. И там аромат никакого не миндаля, а такой технической ванили. Я не знаю, как сказать, но у Эйвена одно время были такие очень давно. Наборчики там ароматические, палочки, конусы. Точнее, палочек не было, конусы, ещё свечечки такие ароматические. Вот такая вот. Вроде как и ванили, вроде как техническая ванили. В общем, что-то такое. С одной стороны, приятная, с другой стороны, странная. Но не миндаль ни разу. У меня продолжается. Фудоголик от подписчицы Ани. Не знаю, сводит меня или нет ещё. Лучше мы с ней что-то общались в ВКонтакте, а потом как-то быстренько это общение слилось. Не знаю, после того, что я кое-что о себе озвучила, что потом озвучила в ролике, или просто слилось. Ну, да не суть. В общем, подарок есть подарок. Очень даже нужный. Алоэ вера 99%. Тут ещё, ну, тут прилично. Ну, как бы исчезает медленно, но верно. В общем, оно вот досюда вот дошло. Вот это тут. Но я им и лицо мажу, иногда руки, иногда тело, вместо лосьонок за тело, хотя лосьон для тела есть. В общем, очень универсальное средство. Тут ещё как-то случайно ошпарилась, помазала руку. В комментах причём узнала. От зрителей, подписчиков, не знаю. Кто-то мне комментировал, что вот типа им можно отожогов. Вот удивительное, уникальное средство. Ой, пардон. Оно до февраля, кстати, у нас, до 13 февраля 22 года. 12 месяцев после вскрытия. Ну, я думаю, ну, у меня обычно вот этих вот такой баночки в 300, сколько тут миллилитров. Ну, в 200, да, 300 миллилитров, 250-300 миллилитров. Мне надо где-то хватает тут. Так что оно с нами ещё долго будет. А, кстати, другое алое. Тоже вот подарок, как раз про который я тут говорила вначале. Это алое Авера, тайский бальзамчик от подписчицы Лёльки. Такие, кстати, бальзамчики можно купить в фикс-прайсе на кассе по 77 рублей. Ну, я как-то видела, потом, я редко в фиксе бываю. Вот он у меня уже так местами доюзывается. Я надеюсь, что я его успею доюзать до его срока годности. Он у него до 3 апреля. Я им дома пользуюсь иногда на выход на улицу, чисто там помойку выкинуть. И иногда его на губки наношу. Хороший. У меня всё ещё никак не закончится. Возможно, марте закончится. Я в основном смываю макияж свой. В смысле, помаду губную, какую-нибудь там супер термоядерный блеск для губ. Или бальзамчик, который вот... Иногда вот ощущается этот бальзамчик, и тот другой на губах. Вот, ну, бывает такое ощущение, что не очень приятно. Я его пытаюсь смыть сразу. При первой возможности. Это у нас мизон. Сделано в Корее. Подарок от подписчика, который тоже ей пользуется. Ну, такой пенкой бывшего, наверное, подписчика. Но есть такие люди, которые так вот сначала тебя смотрят, потом они тебя не смотрят. Короче, очень классная, очень экономичная пенка. Можно умываться. Можно, видимо, макияж смывать. Потому что вот даже супер какие-нибудь термоядерные помазы стойки, оно смывает хорошо. И у неё срок до августа этого года. Я очень надеюсь, что она закончится до срока. Очень экономичная. Она даже может вам надоесть. В общем, спасибо Владу. Хорошая пенка. Это шампунчик. Гринмама. Формула тайги. Шампунь для жирных волос. Мородина, чёрная и крапива. 400 мл. Очень концентрированный. Я сто лет таким не пользовалась. Хотя раньше я его покупала давно-давно на Гринмаме. Он с сентября прошлого года рождённый. 6 месяцев после вскрытия. И я его сейчас вот разбодяживаю. Немножко наливаю во флакончик. 200 мл флакончик от геля и форши. Немножко совсем наливаю. Потом добавляю горяченькой водички. Или тёпленькой водички взбалтываю. И мне это на 6-7 раз применения хватает. Иногда и дольше. В общем, вот советую. Я просто как бы не прониклась. Как вот его полноценно наливаешь. И разводить, ну, как в руке развести. Или ещё что-то. Если сравнить, допустим, с Organic Tide, то это дешевле. И Organic Tide 250 мл, да, там обычно. А тут 400 мл. И может быть их одинаково хватит. Ну, может этого на дольше хватит, чем того. Но то, что оба концентрированные. И, допустим, для жирных волос очень хорошо подходят. И классно. Вот советую, если что вам. Не знаю, может он у меня и до апреля ещё доживёт. Я думала, что он закончится. Но так как у меня на 2-3 февраля ушло почти, ну, чуть больше, чем полфлакончика. Я думаю, что он у меня ещё на март останется немножко. Это у нас Ифраше. Сделано в Рашке. Под присмотром Франции. Гель для душа и ванны с органией и розой. Традиции хамама. Мне, кстати, очень нравится этот аромат. И вообще традиция хамама мне нравились. Ну, вот они переиздались. Тут 200 мл. И вот он у меня останется ещё и на март. Но как бы на весь месяц мне его вряд ли хватит. Поэтому я там ещё один гелик решила заюзать. Который у меня уже заюзанный был. Сейчас я его покажу. Это подарок, опять же, от подписчицы Лёли из Тюмени. Это у нас Эйвен Сенсус. Парфюмерная коллекция. Нежная любовь Парижа с ароматом розы и риса. И нота Ментаря. Крем Гель для душа. Вдохновлён парфюмер. Ему любимый аромат. Это вот как рис Нуар. Ифрашевский снятый давно. Потом эликсир Буассенсуэль, который ещё не снят, надеюсь. В Ифрашеве он тоже как бы такими нотками идёт. Вот и там эликсир есть, и рис есть, и даже ваниль чёрный есть. В общем, очень классный экономичный гель. Мне такой большой Лёлька уже дарила. И вообще первый раз, по-моему, мне дарила его Ленка Снегирёва. Ну и, может быть, даже маленький у меня такой ещё был. Сама такой не покупала, но вот в подарок исключительно получала. Очень классно. Спасибо. Лёльке. Я вам советую, если вы любите такие вот ароматики. Ну, допустим, как снятый Эрис Нуар. Или был раньше Вейван. Тернел Мэджик тоже вообще очень допотопно снятый. И он на сейчас, на холодное время года. Как бы согревающий такой, хороший. У меня ещё есть. Хотя два его брата закончились. Но я не каждый день сейчас скрабом умываюсь. Я когда скрабом, когда пенкой так-то очередую. Но и скраб всё-таки, он не как крем для рук, который можно 3, 4, 5, 6, 7 раз за день помазать. Тут один раз. Про биодерм. Это у нас скраб для лица, про биотический номер 13. Для всех типов кожи, для всех возрастов. 50 мл. Это у меня было, как бы... Общалась я в Баксдрам, которую мне написал менеджер. Приложил на обзор продукцию. Там были закваски и вообще отдельный плейлист. Там три ролика, если интересно, гляньте. И заквасками я до сих пор ещё пользуюсь. И вот было три средства косметики. На косметику тоже отдельный обзор был. Очень хороший скрабик. Вот первый скраб, который действительно убирают с первого применения. Вот там у меня какая-нибудь шелушащаяся кожа была. Умылся. Шелушащаяся кожа соскрабировалась. Хороший, классный скраб. По ощущениям там, ну, может, ещё на месяц точно хватит. Так что это спасибо Баксдрам. Ссылочку на их магазин я на всякий случай оставлю в инфобоксе. Может, кому-то интересно. Зайдёте, закажете. Он стоит, этот скраб, 330 рублей. Там 50 мл. Ну, как бы очень натуральный состав. Там всё лишь 2% какой-то хренатени в самом конце. Так что, даже, допустим, с Гринмамой, если сравнивать, намного круче. У меня в этот раз, на следующий месяц, я её уже открывала немножко, будет паста корейская. Я подобной фирмы уже использовала. Она очень надолго хватает. Там на 4, что ли, месяца. Тут 125 грамм. У меня просто, я подозреваю, она закончится именно в феврале, та, которая на этот месяц была. И она хорошо с молочными зубами. Деликатное очищение зубов. Прям милт. Вот. Я не помню, почём она. Я брала на озоне, но что-то около за сотню. Зато она очень экономична. Её действительно долго хватает. Там буквально вот мой розовый ноготь. Нужен на зубную пасту. Так как у меня пробиодермовские от Багздрав крема для рук и ног закончились, то я решила доделать в марте крем для... Оба Гринмама, кстати, будут. Крем для рук Гринмама. Крем для сухой кожи рук, календулой, масло смородины. Тут как бы 100 мл изначально, но сейчас где-то чуть, может, меньше половины. Я думаю, что мне на март вполне себе хватит. Но не хватит. У меня вот есть тот, который в сумочке таскается. В общем, очень хороший крем для сухой кожи руки. Я даже могу сейчас его слегка выдавить. Но вот, как я говорила уже не первый раз, тут несколько иная консистенция. Он был более плотный, сейчас более кремовый и нежный. Так же, как, допустим, крем для лица ночной был более жиденький, сейчас более плотненький. Но на свойствах именно крема никак не сказалось, не знаю, с чем связано. Вроде как бы формула всё та же. Впитывается тоже, в принципе, быстро. Ну, с пробиодерем не сравнить, там вообще мгновенно впитывается. Тут ещё немножко ощущается на коже, но можно брать всё, что угодно, и ничего не свалится из рук. И для ног у меня будет. Он ещё пока зафольгирован. Я пока не буду её снимать. В марте сниму, когда буду. Пользоваться 100 мл для уставших, но Грин Мама крем для ног, тонизирующий питание. Каштан конский, арника и хмель. Я таким уже пользовалась, покупала года, может, полтора назад в фикс прайсе, когда он там был. В наличии была Грин Мама в фикс прайсе, он стоил 77 рублей. Но сейчас он только, по-моему... Ну, как бы можно купить там магнит-косметик, ревгош, ещё в подобных местах. Но именно сейчас в фиксе его нету, есть на сайте Грин Мамы. Шесть месяцев после вскрытия, 100 мл. Тут вода, соль потом идёт. Ну, в принципе, неплохой такой состав. Единственное, что сейчас он в некоторых продуктах, он пишется на латинице. Ну и много-много продуктов растительного происхождения. В общем, вот. Ну, его, конечно, не сравнить с тем кремом, охлаждающим 170 мл, который у них там за 300 с чем-то идёт. Тут реально очень крутой крем, если у вас устали ноги, и он вас охладит. Этот, конечно, даёт такой эффект, но как бы даёт эффект, но не настолько, и он не настолько охладит. Но тоже неплохой. В принципе, хороший крем, как крем. И сейчас будут две штуки. Я их оставлю, как вот, ну, допустим, закончится ещё вот этот вот крем. А тут будут сумки, или они будут лезть, или так вот стоит, и надо ноготочки увлажнить. У меня к дню рождения один зритель задарил мне до востребования посылку. Я не знаю, что он имел в виду, но будем считать, что он действительно хотел порадовать. Потому что вот этот крем для лица увлажняющей архангельской аптечной фирмы, аптечная марка. Крем ми, крем мой, мой крем. Он очень густой, он очень плотный. И для моей сухой кожи смешанного типа он, ну, очень жирный и плотный. А для рук, особенно для ногтей, очень классно. И для очень сухой кожи рук тоже отлично. Вот у меня костяшки тут были снова. Никакие, но благодаря ему они снова стали мяканькими. Тут отличный состав. Масло ши, сок алоэ, масло абрикосовое, масло миндальное, масло какао. Спермацет это то ли из кита, то ли из кашалота достали. Если вы веган, вам не подойдет. Масло какао, так, масло какао говорила, витамин Е, витамин А, витамин С. Живет он всего лишь 6 месяцев. Сделан он у нас 19 декабря. Ну и его надо хранить в холодильнике. Или от 5 до 20 градусов. Не менее 5, не более 20. Но он специфический такой. Вот такая баночка. Кажется, он на сайте этой аптеки стоит 310 рублей. Я специально полазала, мне интересно было. И вот эти крема эта аптека Архангельская выпускает. Так, я ведь путаю Архангельск и Астрахань. Да, это Архангельск. Архангельская выпускает с осени 2017 года. А дальше, тата. Я очень верю, что человек не хотел ничего такого, никаких намеков. Потому что средство еще такое было просроченное. И для подтяжки вот этого вот места, которое у меня как бы не страдает таким. Тут у нас крем ночной, но он у нас возрастной. Питает, омолаживает, улажняет, тетонизирует кожу, борется с возрастными изменениями, разглаживает морщины. Рекомендуется для ухода за чувствительной кожей. Тоже 6 месяцев живёт, не только после искрытия. Вообще тут масло персиковое, масло миндальное, масло оливковое, вода очищенная, воск пчелиный, натрия тетра-балрат и шаромикс-708. Это какой-то консервант. На самом деле, вот если натрия и шаромикс убрать, то воск пчелиный вполне бы справился со всем тем, что делают остальные два компонента химических. Ну, как бы это очередная линия натуральной косметики российской, типа как Гринмама, как Пробиодерм, как Савани, как ещё чего-нибудь. Сделано у нас 9 декабря. Вот оно. Густое такое, плотное. Неудобно наносить на самом деле. Я не знаю, как его на кожу люди наносят, потому что, ну, надо ждать, когда оно растает в руках. Я его использовала тоже, как тот и этот, для костяшек своих. Вот сейчас кожа гладенькая, хорошенькая. Её и в таком варианте эта кожа может уважняться любым другим кремом до того момента, как я опять прослала почву, ну, пару дней помыла руки, точнее, посуду без перчаток и побывала потом на улице без перчаток и рукавичек. Привет. 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 Пятки улажняю иногда. Я помню, в Ифраше дарили в подарок крем Рич, который для всех, кому за, но ещё не поздно, всем подряд. И сидел на одном форуме, девчонки писали, что они этим кремом пятки мажали. Вот я им тоже пятки мажу. Спасибо подписчику за подарок. Будем считать, что никакого намёка на то, что мне ещё в каментах там, ну, там он каменты потёр, а я в итоге пустик убрала. Очень сильно прямым текстом намекал мне, что вот раз у вас нет морщин, то они будут, обязательно будут, поэтому надо мазаться, чтобы не было. Ну, опустим эти моменты, будем считать, что человек не хотел ничего плохого. А на самом деле он белый и пушистый. Спасибо тебе, белый и пушистый человек, с которого сначала звали Максим, а потом стали звать Сергей. В общем, на этой ноте я заканчиваю свой обзор косметики уходовой на март. Не знаю, баррикада у меня в этот раз больше или меньше. Ну, если убрать вот эти пару баночек, и, как я думала, то молочко, то может быть даже чуть поменьше. И да, мыло я не показала. Я сначала думала вообще не показать, ну, коробочку не показать, сказать, что вот мыло всё тоже, а потом думаю, как бы, тут много чё, всё тоже, мало ли. Поэтому была коробочка. Всем спасибо, кто осилил до конца. Всем адекватных... Ну, не все же подписчики блоги ведут, да? Всем адекватных почитателей и всем адекватных подарков от таких людей. Всем пока!